МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, символы это совершенно разные, есть предметы символа, есть явления символа, а есть просто люди символы. И сегодня мы попытаемся отыскать такие символы в нашей экспозиции, попытаемся разобраться, что понятно нам сейчас, что очевидно, а что могло быть понятно людям в другую эпоху, а мы сейчас не видим в этом никакого особого значения. Понятно, что символом может стать абсолютно всё, что угодно. И нам с вами предстоит разобраться, какие символы мы можем встретить в нашей экспозиции. Конечно, музей у нас театральный, поэтому большинство символов будут связаны с театром. Тем не менее, будут встречены и предметы, которые к театру имеют достаточно опосредованное отношение, но тоже символизируют с собой что-то очень значимое для нашего искусства или для нашей истории. Самый традиционный символ театра – это, конечно, театральные маски. Маска комическая и маска трагическая. Но по иронии судьбы в нашем музее до сих пор никаких масок не было. Правда, сейчас у нас в экспозиции есть вот этот портрет. Портрет работы художника Вячеслава Чеботаря. На нём изображён артист Николай Мартон в роли Вертинского. Он играет в спектакле, посвящённом Александру Вертинскому. И на этом портрете наверху, как такой театральный символ, мы можем встретить маски. Тем не менее, в экспозиции нашего музея маски не представлены, по той причине, что музей наш посвящён истории русского театра XIX века. Ну и вообще, русский театр отчитывает себя от 1756 года от указа, изданного Елизаветы Петровной. И масочный театр всё-таки не был присущ этому времени. Масочный театр – это театр древних времён, театр Древней Греции, Древнего Рима. Это восточные театры. И в нашем музее об этих театрах не говорится. Но вот такое небольшое напоминание о том, что маска – это главный символ театра, у нас здесь встречается. Ну и какие же театральные символы у нас есть? Ну, например, в экспозиции нашей выставки есть вот такой венок. Венок серебряный, поднесённый Марии Гавриловне Савиной, знаменитой актрисе. Венок – традиционный символ торжества, символ победы. И Мария Гавриловна Савина, очень известная актриса XIX века, удостоилась такого подношения не просто так. Действительно, она была достойна того, чтобы быть увенчана таким венком. Поскольку всё-таки XIX век – время уже другое, то венки подносили драгоценные. И вот этот вот изготовлен из серебра, и, в общем-то, конечно, служил и как таким драгоценным подношением, а не только признанием торжества актёра. Ну, а Константину Александровичу Варламову преподнесли венок совсем другой. Его сложно надеть на себя. Это, скорее, венок символический, в центре которого изображены инициалы Константин Варламов К.В. И сам венок, который здесь представлен, также символизирует торжество, символизирует триумф этого актёра и признание его творчества зрителями. В новинке надпись «От друзей и поклонников. 8 мая 1885 года». И вот такое подношение тоже имело место быть. Такие вещи могли быть преподнесены любимым актёрам. Ну, а вот эти вот знаки – знак «Заслуженный артист императорских театров» и значок «Эрмитажные спектакли» – вручались артистам за определённые заслуги, за участие в придворных спектаклях. И они тоже несут в себе театральные символы. Венки, лиры, различные атрибуты, которые показывают нам, что этот человек непосредственно связан с театром. Не только предметы могут быть символами, но также и явления. И в оперном мире таким явлением стала опера «Жизнь за царя». И здесь у нас представлена её первая афиша. Опера эта была написана в царствовании Николая I и прославляла собой естественного императора. И стала таким вот символом русской музыки, символом, который сохранился на многие годы. Здесь на афише представлены первоисполнители, есть некоторые режиссёрские заметки. И мы можем себе представить, как осуществлялось первое представление этой оперы. Наша экспозиция «Балетное зазеркалье» составлена таким способом, чтобы напоминать балетный класс. Каким образом мы узнаём, что это балетный класс? Ну, конечно, благодаря станку и зеркалу. Ну, зеркало может быть разное в любом месте, а вот станок – непосредственный атрибут балетного класса, класса, где занимаются балерины. Наш станок необычный. Это подлинный станок из Академии русского балета имени Акрепина Яковлевна Вагановой. Станок, за которым занимались многие известные балерины. В нашем музее существует легенда, что можно подержаться за станок, принять красивую балетную позу, загадать желание, и кто знает, возможно, желание исполниться. Другой непосредственный атрибут балетной жизни – это необычная обувь. Вот у нас здесь есть пуанты. Пуанты, на которых танцуют балерины. Пуанты – обувь, которая не приспособлена для обычной жизни, но необходимы для танца. Пуанты, которые были придуманы для знаменитой балерины Марии Тальони в 1830-х годах, и с тех пор стали обязательным атрибутом балетного искусства. Атрибутом, которым пользуются все балерины, танцовщики не стоят на пуантах, а вот женщины-танцовщицы обязательно учатся танцевать и на пуантах также. Пуанты делаются из 40 элементов. Вот это вот место, которое называется стакан, выполняется из многих слоев ткани, которые складываются вместе, склеиваются, специальным образом запекаются в печи и формируется вот этот вот носик, стакан, который, если туда вставляется специальная вставочка, должен стоять и не падать. Если туфелька стоит, значит, она сделана правильно. Если туфелька падает, то ее можно выбросить, потому что иначе балерина повредит себе ноги. Такая техника изготовления пуантов известна уже давно, можно сказать, с начала их производства. Да, сейчас делают пуанты из различных синтетических материалов, но традиционно пуанты изготовлялись именно так. С 1830-х годов балет стоит на пуантах. Но русский балет не был особо известен в мире до появления балетов Петра Ильича Чайковского. В 1877 году состоялась премьера балета «Лебединое озеро». «Лебединое озеро» стало абсолютным символом русского балета. Роль Адетте и Адиле исполняли самые известные балерины в истории русского балета. И здесь у нас представлены различные фотографии. Это и Анна Павлова, и Галина Уланова, Наталья Макарова, Майя Плесецкая. Множество балерин, которые исполняли эту известнейшую роль и прославились на весь мир. Еще одна вещь, еще один предмет, который связан с именем Петра Ильича Чайковского. И здесь у нас представлен как игрушка. Это щелкунчик. Щелкунчик – это традиционный подарок детям Европы на Рождество. Известен он был еще с XVIII века. А в начале XIX века Теодор Мадейгофман написал свою знаменитую сказку, и щелкунчик прочно вошел в жизнь европейских детей. Ну а в Россию он пришел с появлением балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». И таким образом тоже стал символом Рождества, ну а в советское время символом Нового года. Щелкунчики, которые представлены у нас в коллекции, это щелкунчики из коллекции Никиты Долгушина. Щелкунчик – это деревянная кукла, которая появилась в Германии, в маленьком городке, где занимались добычей олова. А в свободное время мастерам нравилось вырезать из дерева. И стали вырезать таких карикатурных кукол, которые высмеивали привилегированный класс, высмеивали вельмож. Ну а затем такую куклу делали функционально, она стала щелкать орехи и таким образом вошла в обиход. Ну а здесь перед нами, наверное, самый известный символ балета – это балетные пачки. Конечно, когда люди видят эти юбки, всем понятно, о чем идет речь, понятно, о каких спектаклях идет речь. Пачки появились в балете не сразу, пачки появились только в XIX веке. До этого использовались юбки значительно более длинные. В начале XIX века они стали короче, но все равно для нас это было еще очень длинно, это было ниже колен. Когда мы вспоминаем, как Александр Сергеевич Пушкин восхищался балеринами и тем, что у них можно рассмотреть ножки, надо понимать, что ножки было видно совсем не так, как у современных балерин. Ну а здесь перед нами пачки современные. Пачки из различных балетов, из Дон Кихота, из Спящей красавицы, из Лебединого озера. Это различные пачки, и иногда люди не задумываются, почему такая юбка называется пачка. Действительно, если мы посмотрим на эту юбку внимательно, то увидим, что она состоит из многих слоев ткани, которые наложены друг на друга. Таким образом получается фактически пачка ткани, как это могла бы быть, например, пачка бумаги. Сейчас мы можем найти любой балет, современный балет, который танцует в гимнастических купальниках или в каких-то других костюмах, вообще не подразумевающих юбки, но тем не менее балетная пачка, конечно, осталась таким очень значимым символом балета. В парадной анфиладе музея располагается экспозиция, посвященная русскому балету XX века. И самый первый зал рассказывает нам о таком великом явлении в истории русского театра, как русские балетные сезоны. Надо сказать, что это явление само по себе является символом, символом русского балета, символом русского искусства и, конечно, символом эпохи Серебряного века, которая таким вот нестандартным образом отразилась в истории балета. Здесь у нас представлены вещи, фотографии, портреты знаменитых танцовщиков русских балетных сезонов и, наверное, самым значимым именем среди тех, кто танцевал в русских балетных сезонах Сергея Дягилева. Мы помним, что именно Сергей Дягилев начал всю эту историю. Сергей Дягилев привез в 1909 году русский балет в Париж и открыл в Европе русское балетное искусство, которое было забыто на этот момент в Европе. Самым таким значимым именем стало имя Анны Павловой. Анна Павлова сама собой символизировала русский балет. Дело в том, что Анна Павлова была очень известной балериной. Только один сезон она танцевала в труппе Сергея Дягилева и затем организовала собственную антрепризу и стала жить в Лондоне, гастролировать по Европе, по миру со своими выступлениями. Одна из самых известных, одна из самых любимых ролей Анны Павловой – это Жизель. И вот эта статуэтка в образе Жизели нам напоминает. Эта статуэтка сделана скульптором Судьбининым, а костюм Жизели расписан по эскизу Леона Бакста. Правда, такого костюма на самом деле не существовало. Возможно, Анне Павловой сшили бы такой костюм, он действительно очень симпатичный, подходящий для этой роли, но, к сожалению, эта балерина достаточно рано умерла. Таким номером, которое стало символизировать весь русский балет, и, конечно, впервые был исполнен Анной Павловой, был «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сенсанса. Сам Камиль Сенсанс говорил, что «Лебедь не может умирать». Дело в том, что музыка написана в мажорной тональности. Тем не менее, хореограф Михаил Фокин увидел Анну Павлову в образе «Умирающего лебедя» очень быстро, практически случайно, в перерыве, за 40 минут поставил этот номер за кулисами. И такой вот экспромт, можно сказать, совместное творчество хореографа и балерины стал визитной карточкой Анны Павловой, визитной карточкой русского балета. Другой известный танцовщик русских сезонов – это мужчина-танцовщик, это Вацлав Фомич Нежинский. Вот здесь на фотографии он изображен в образе Петрушки. Это балет Стравинского «Петрушка», написанный специально для Вацлава Фомича Нежинского. И здесь он в образе «Видения розы» из балета на музыку Вебера и «Видения розы» вместе со своей партнершей, постоянной партнершей Тамарой Платонной Корсавиной. Дело в том, что Вацлав Фомич Нежинский, человек-птица, бог танца, по-всякому его называли, стал таким абсолютным символом труппы Дягилева. Он протанцевал в этой труппе несколько лет, он был любимцем публики. Франция была у ног Вацлава Нежинского. Дело в том, что французы забыли, как выглядит мужской танец. Мужской танец, мужской балет был очень распространен еще во времена Людовика XIV, но затем, в XIX веке, балет стал приложением к опере. В основном танцевали женщины-балерины, а мужчин в балете называли «костыли». И тут приезжает русская труппа, и знаменитый танцовщик Вацлав Нежинский танцует так, что никакая партнерша ему не нужна. Он подпрыгивает и зависает в воздухе. Балетный термин «элевация» сейчас он вполне употребил, но в то время казалось, что это что-то невероятное, что это какое-то волшебство, публика каждый раз вызывала его на бис, требовала повторить этот замечательный прыжок с зависанием. И даже был один балет, где такого прыжка не было, но в конце балета публика неистовствовала и требовала такой прыжок. И тогда Сергей Дягилев вынудил Вацлава Нежинского выйти на сцену и специально для публики дважды прыгнуть. Совершенно неординарный артист с сложной судьбой. Его отношения с Сергеем Дягилевым складывались очень непросто. Он ушел из труппы, затем вернулся. Его психическое здоровье сильно пострадало. Тем не менее, он чувствовал себя абсолютным человеком, воплотившим в себе танец. Дело в том, что скульптор Роден делал скульптуру, и моделью его был Вацлав Фомич Нежинский. И Роден сказал, что этот человек может в своей позе отразить все свои эмоции, и это очень редкое качество. А вот актриса Сара Бернар, которая в Париже также увидела Вацлава Фомича, она сказала еще более емко, она сказала, «Мне страшно, я вижу величайшего артиста в мире». Действительно, Вацлав Фомич не только прекрасно танцевал, но также мог и драматически воплощать свои образы. И когда он был похоронен на кладбище Мон-Мартр в Париже, на его могиле воздвигли скульптуру вот такого Петрушку, который сидит под переголову и грустно смотрит вдаль. Действительно, такой вот образ, который очень подходил Вацлаву Нежинскому. Он говорил, я клоун Божий. И этот образ воплощен и также на его могиле. Второй зал нашей балетной экспозиции посвящен Ленинградскому хореографическому училищу, названному в честь знаменитого хореографа Агриппина Яковлевна Вагановой. Надо сказать, что Ленинградское хореографическое училище само по себе стало символом, но не столько символом театра, сколько символом советских достижений. Действительно, в той эпоху даже ходили стихи и песенки, где была фраза, и даже в области балета мы впереди планеты всей. Действительно, советская балетная школа, созданная Агриппиной Яковлевной Вагановой, и Ваганова стала, в общем-то, тоже, можно сказать, своего рода символом этой балетной школы, имела очень большой успех во всем мире, очень ценилась. Агриппина Яковлевна пришла в хореографическую школу, точнее, это еще было театральное училище, в конце 19 века. Когда она училась танцевать, было очевидно, что ее фигура не идеальна, и ей нужно работать гораздо больше, чем другим танцовщикам, чтобы добиваться сходных успехов. Агриппина Яковлевна начинала в то время, когда начинали Анну Павлова, Вацлав Нежинский, Тамара Корсавина, знаменитые танцовщики, и на их фоне она несколько потерялась, ее не пригласили танцевать в русских сезонах. Тем не менее, она продолжала усиленно работать, и хотя ей достаточно поздно дали возможность сыграть главную роль, она понимала, что самое главное для нее, наверное, не столько какая-то собственная реализация на сцене, сколько привнести что-то новое в русскую балетную школу. Дело в том, что ей очень не нравилась система обучения, ей не нравилось, что актеры не всегда понимают, зачем они делают те или иные движения, соответственно, вот это вот отсутствие осознанности приводило к, может быть, не совсем естественным движениям. И поэтому после революции 1917 года она окончательно оставила сцену и занялась преподаванием. Она соединила все лучшее, что она видела в русской, во французской, в итальянской балетной школе, и создала свою собственную систему, которую затем упорядочила в своей книге «Основа классического танца», изданной в 1930-х годах. В этой системе уделялось особое внимание комплексу упражнений. Этот комплекс был различным, она не терпела никакой импровизации на уроках, она всегда четко прогумевала, какая будет последовательность движений, но это была каждый раз новая последовательность для учеников. Они должны были постоянно держать фокус на том, что им говорит преподаватель, но тем не менее развивать вот эту вот свою способность переходить с одного движения к другому. И Ваганова считала, что эта система наиболее органична для тела человека. И в 1950-х годах уже хореографическое училище приобрело имя Агриппины Яковлевны, а выпускники этого училища многие прославились на весь мир. И в нашей экспозиции мы видим вещи и портреты знаменитых учениц Агриппины Яковлевны Вагановой, одна из самых известных во всем мире балерин 20-го века. Это Галина Уланова, которой посвящена вот этой вот части Агриппины. Здесь ее фотографии в различных ролях. Это и роль Джульетты, и роль Жизели. Здесь ее костюмы. Здесь ее маленький такой гастрольный компактный грим. Мы здесь видим все эти вещи. Галина Сергеевна Уланова начинала танцевать в Ленинграде, но затем была переведена в Большой театр в Москве. И несмотря на то, что она танцевала в Москве, она очень любила Ленинград и часто сюда приезжала. Специально для нее композитор Сергей Прокофьев написал балет Романова и Джульетта. Позднее для нее же он написал Золушку. И можно сказать, что Галина Сергеевна Уланова действительно стала такой вехой в русском балетном искусстве и абсолютным символом русского балета XX века. Основная часть нашего музея посвящена драматическому театру XIX века. И когда мы вспоминаем, какие зрители ходили туда и что они с собой брали в театр, то мы можем взглянуть на вот эту вот витрину. Здесь представлены некоторые вещи, которые могли использоваться в XIX веке. Это зрительские трубочки-одноглазки, аналог современного театрального бинокля. Это лорнеты, можно сказать, аналог очков. Это веера, понятно, что в театре могло быть жарко. Это редикюли, маленькие дамские сумочки для мелочей. И какие-то такие вот предметы, которые могли быть взяты с собой в театр. И такая трубочка-одноглазка, понятное дело, что она не похожа на какую-нибудь полевую подзорную трубу, тоже собой символизирует театр. Вот они как-то декоративно украшены, потому что это все-таки аксессуар, не только вещь для удобства, но и также вещь для красоты, для украшения. И, конечно, зритель XIX века, это тоже отдельная тема, тема, которую мы периодически касаемся на наших экскурсиях, рассказываем вам про зрителей. Но вот такие вот атрибуты зрительские тоже можно сказать, что символизируют театр XIX века. Мы с вами вряд ли узнаем сразу этого человека. Но в XIX веке именно он, именно Александр Евстаевич Мартынов, был абсолютным символом русской драматической сцены. Начинал он как актер-комик, как актер Водевиля, играл уморительно смешные роли, зрители покатывались от смеха. Но, тем не менее, он чувствовал в себе возможность играть и драму. Он просил попробовать себя в этих ролях, однако в то время считалось, что если актер-комик, то он играет только смешное, если актер-трагик, то он играет что-то грустное. И никто не мог себе представить Александра Евстаевича в драматических ролях. Ему понадобилось много лет, чтобы попробовать сыграть драматическую роль. Сыграл он ее неплохо, но зрители сначала это не приняли, потому что они прямо говорили, мы хотим смеяться, когда играет Мартынов. Но играл он очень своеобразно. С одной стороны, всем было очень смешно, а с другой стороны, в конце его исполнения почему-то становилось грустно. Это отмечали многие зрители. Трагикомедию еще никто не знал, и вот это свойство Мартынова всем было сначала непонятно. Казалось, что он играет как-то не так, как-то неправильно, не так, как должно, но тем не менее зрителю все равно все время хотелось смотреть на Александра Евстаевича Мартынова. В 40-х годах, в конце 40-х, он стал играть драматические роли, и в 50-х он уже полноценно выступил как драматический артист. Конечно, комедию он тоже продолжал играть, но также все стали понимать, что он великий драматический артист. Особенно это было понятно после того, как в 1859 году Александр Евстаевич по личному желанию Островского сыграл Тихона на премьере пьесы «Гроза». Дело в том, что роль Тихона очень невыигрышная, как кажется. Роль, где такой забитый маменькой мужчина даже не может проявить себя, по сей день очень нелюбима актерами. Тем не менее, как-то по-особенному играл ее Александр Евстаевич, так что в последней сцене, когда Катерина уже умерла, а Тихон стоит над ее телом, вопль, который поражал весь театр, это вы ее убили, маменька, которую кричит Тихон Мартынов, просто производил какое-то неизгладимое впечатление. Зрители практически выскакивали со своих лож, и актриса Фанни Снедкова, которая первая играла Катерину, вспоминала, что она лежит на сцене, уже, казалось бы, мертвая, ей самой становилось страшно, настолько тушераздирающий вопль издавал Мартынов. И все понимали, что это великий драматический артист. Александр Евстаевич Мартынов был любимым актером Островского. Он был его другом. Он сыграл во всех пьесах Островского, которые были написаны при жизни Мартынова. Играл он далеко не главные роли. Он играл маленьких людей, маленьких человечков со своим каким-то особым мартыновским содержанием, содержанием, которое нельзя было определить, как просто комик, как просто маска, как просто маленький человек. Это был особый мартыновский маленький человек. И вот эти маленькие человечки в пьесах Островского в исполнении Мартынова неизбежно становились главными действующими лицами. Даже если этот герой появлялся совсем ненадолго, зритель неизбежно запоминал этого персонажа. Александр Евстаевич Мартынов умер в 1860 году от чахотки на руках у своего друга и автора пьес Островского. И когда его тело привезли в Петербург, можно сказать, что просто полгорода шло за гробом, потому что его обожали. Было всем понятно, что Александринский театр это театр этого актера. И даже Василий Васильевич Самойлов, хозяин нашего музея-квартиры, точнее нашей квартиры, конечно, он никогда не соперничал с Мартыновым, при том, что долгие годы играл рядом с ним. Он понимал, что это великий артист. Он понимал, что у него он может учиться. И вот это вот какое-то особое актерское качество, которое было у Мартынова, качество, которое невозможно объяснить. Мартынов, как говорили, был никаким, но мог стать любым на сцене. Вот это для всех было очень заметно. И можно сказать, что театр середины XIX века, Петербургский театр, это, конечно, театр Мартынова. Человек, который сейчас уже не может являться символом чего-либо, потому что забылось это творчество. Но в середине XIX века он, безусловно, символизировал собой Александринскую сцену. Другим известным актером XIX века был хозяин этого дома Василий Васильевич Самуров. Василий Васильевич, помимо своего актерского дарования, обладал и другим даром. Он был незаурядным художником. И один из предметов, которыми он пользовался, сохранится в нашей коллекции и несет в себе двойное символическое значение. Это нож для разрезания рисовального картона. Вещь, которая сейчас может казаться не совсем понятной, но тем не менее в XIX веке бумага продавалась рулонами, ее надо было разрезать. И, конечно, художнику необходимо было иметь нож для того, чтобы нарезать бумагу нужными ему фрагментами. И вот такой нож из дерева Василий Васильевич сделал себе сам. Но этот нож необычный, он инкрустирован зеленым камушком хризопраза. Василий Васильевич Самуров обучался в горном корпусе и наверняка хорошо понимал значение камней. Ну, а специалисты сегодня рассказали нам, что хризопраз это камень, приносящий актерскую удачу, приносящий такую вот удачу на сцене. И наверняка не просто так Василий Васильевич соединил эти две вещи. Нож для рисовального картона и зеленый артистический камушек. Две его страсти, страсть к рисованию, страсть к актерской игре соединились в одном предмете и стали, можно сказать, символом этого человека, который был очень известен в XIX веке. То, насколько значимым артистом Василий Васильевич Самуров был в XIX веке, подтверждает нам вот этот поздравительный адрес, который был подарен на 30-летие сценической службы Самурову. Здесь, на этой, как бы мы сейчас сказали, огромной поздравительной открытке, мы можем видеть различные предметы, которые символизировали творчество Самойлова. Все вот эти люди в нижней части адреса демонстрируют различные роли, которые играл Самойлов. Наверху, в центре адреса, его скульптурный портрет и по краям лавровые ветви, которые могли бы быть преподнесены юбиляру в знак уважения к его творчеству. Здесь сидят аллегорические изображения, очевидно, это музы. И вот здесь, у ног вот этой вот музы слева, мы находим театральную маску, известнейший театральный символ. В левой руке она тоже держит венок, которым венчает юбиляра. И вся эта необычная, неординарная вещь, этот поздравительный адрес показывает нам, насколько знаменитым актером был Василий Васильевич Самойлов. Надо сказать, что подобные поздравительные адреса периодически бывали подарены другим актерам. И в нашем музее хранится три поздравительных адреса, которые были подарены актером. Первый из них, наверное, самый большой, самый значимый, это вот этот адрес, подаренный Василию Васильевичу Самойлову. Другой был подарен его сыну Павлу Васильевичу. Этот адрес был выполнен более чем через полвека после предыдущего. Он был подарен Павлу Васильевичу Самойлову на сорокалетие его сценической деятельности. Здесь мы также видим лавровые дубовые ветви, видим лиру, традиционный символ творчества. Тоже внизу видим набор действующих лиц, набор ролей, которые играл Павел Васильевич. И здесь также есть еще и текст поздравительный, и автографы тех, кто преподнес этот адрес. И мы видим такие различные актерские символы на этом адресе. Третий подаренный актеру адрес у нас хранится вот здесь в витрине. Этот адрес был подарен другому артисту, артисту конца 19-го, начала 20-го века Константину Александровичу Варламову. И мы видим, что он сделан совершенно иначе, он стилизован под пергамент, и текст, к сожалению, со временем так он стал плохо различимый. Тем не менее, можно прочитать, если задаться такой целью, что адрес этот тоже подарен Варламову как признание его актерского творчества. Варламов, как и Мартынов в свое время много играл в пьесах Островского и в основном прославился именно в таких вот комических ролях. И вот этот вот такой очень брутального вида адрес соответствует монументальной, большой фигуре Константина Александровича и тоже дает некое представление о том, как зрители воспринимали этого замечательного актера. Ну а Василий Васильевич Самойлов, чей портрет перед нами, сам тоже стал символом как русского театра 19 века. Он практически ровесник 19 века, родился в 1813 году, умер в 1887 и охватил собою большую часть века, так и символ, можно сказать, актерского искусства этого времени, потому что если задуматься, то можно сказать, что Василий Васильевич Самойлов один из основоположников русского психологического театра, который традиционно отчитывается уже от начала 20 века, но тем не менее начало этого, такие задатки уже были четко видны в игре Василия Васильевича. И перед нами такой необычный автопортрет. Дело в том, что с одной стороны его действительно писал сам Василий Васильевич Самой, с другой стороны, если вы придете в Третьяковскую галерею, то обнаружите там очень похожий портрет работы Крамского. И действительно, Василий Васильевич увидел портрет работы Крамского, оценил и просто сделал копию. Конечно, работа Крамского сделана, наверное, более удачно. Крамской все-таки был знаменитым художником. Но у нас есть вот этот автопортрет, вот эта копия самого Самойлова, где он написал себя, и вот этот портрет хранится в нашем музее и напоминает нам о знаменитом представителе самой большой актерской династии русского театра, династии, включавшей в себя 13 актеров, династии, которой немножко больше повезло, чем другие, потому что у нас сохранилась вот такая музей-квартира, где мы рассказываем и про Самойловых, и про их современников, и вообще про театр этой эпохи. Наверное, мы все поняли, что символом может стать любой предмет, любое явление, и никто не знает, что станет таким символом на будущее. В нашей экспозиции, как оказалось, достаточно много таких символов. И мы уверены, что наверняка и вокруг вас есть какие-то вещи, которые конкретно для вас имеют свое символическое значение, ведь есть символы, которые понятны только одному человеку, а есть символы, которые понятны во всем мире. Поэтому давайте, может быть, обращать внимание на такие мелочи, которые что-то для нас значат, которые несут в себе какой-то определенный смысл. и давайте в экспозициях музеев тоже, может быть, более внимательно что-то рассматривать и находить такие приметы времени. Мы рады, что хотя бы в таком формате смогли сегодня с вами встретиться. Рады, что вы с нами были. И надеемся, что скоро мы сможем увидеться в стенах нашего музея и продолжить наше общение в рамках наших других проектов. Субтитры создавал DimaTorzok